День 1681, Alex на связи. Я очень давно и очень много использую умные розетки. В целом, мне это решение, это устройство нравится больше всего в умном доме. Основная проблема с розетками, это то, что они бывают разных экосистем, разных форматов. Есть, которые работают по Wi-Fi, есть, которые работают по Zigbee. У них очень разные у всех параметры. И если, допустим, это экосистема Tuya, которую я в основном использую именно для розеток, то там вообще полный зоопарк, там абсолютно разные производители делают разные розетки, с разными характеристиками, с разным функционалом и с разным дизайном. И с разной надежностью у этих розеток. То есть, конечно, не очень удобно. И каждый раз, покупая розетку новую, непонятно, как она будет работать, даже если она визуально похожая. И даже и тот же производитель может оказаться, что она совсем другая. Конечно, в розетке очень много. На самом деле, есть разных параметров. Это очень сложное устройство. Оно много чего умеет. То есть, не просто там включать или выключать. Гораздо больше. То есть, во-первых, есть розетки на разную мощность рассчитаны. И на 16 ампер, и на 20 ампер. Ну, наверное, не стоит, конечно, такую мощную нагрузку включать в них. Все-таки реле не самые дорогие используются. Но если розетка не совсем дешевая, то, в принципе, наверное, можно ожидать, что заявленные характеристики не соответствуют реальности. И там, кроме того, просто как включать или выключать. Практически все розетки, они умеют показывать текущее потребление электроэнергии. Мощность ваттах или амперах потребления показывать. Также показывают в целом напряжение сети. Ну, наверное, не очень интересная информация. Но в некоторых случаях это тоже полезно. И могут еще и показывать накопленное значение. То есть, некоторые розетки раньше не показывали накрепительную энергию потраченную. То есть, только через приложение можно было это получить. Но сейчас большая часть розеток тоже содержит этот параметр. И, в принципе, его можно и оттуда смотреть. То есть, без специального фирменного приложения. Wi-Fi розетки, они, конечно, гораздо больше проблем создают. Они, во-первых, работают через облако. И туевские, они тоже через облако работают. И любые другие, в принципе, также. Поэтому при интеграции это может быть в любом случае работать не очень надежно. Даже если это через официальную интеграцию какой-то системы. Например, если в Яндексе подключается экосистема Туя. То можно ожидать, что они там взаимодействуют неплохо. Но, на самом деле, бывает так, что они вообще могут не взаимодействовать. И даже многие устройства не появляются в экосистеме. В Яндексе интегрированные. То есть, не говоря о том, что там какие-то параметры уже тоже будут специфичные, тоже будут добавляться. Но что-то работает как-то. И даже если я систему умного дома подключаюсь напрямую к этим облакам Туя. То там тоже бывает так, что иногда сигнал не проходит. Статус розетки не возвращается. Включено или не включено. Ну и, конечно, система умного дома не может полноценно управляться, если статус непонятен. Обычно, конечно, управляющая команда она проходит. Но обратно не очень хорошо работает. Я сначала покупал розетки из разных ценовых сегментов. Но нашел какой-то определенный уровень цен. И очень много розеток покупал. В основном это 16-амперные. Потому что большую нагрузку у них все равно подключать нет смысла. Это у меня в основном используется для разных обогревателей или освещения. Разные лампочки подключены. То есть, в принципе, 16-ампер для этого хватает. То есть, это около 3,5 кВт. То есть, это достаточно большая нагрузка. Но эти дешевые розетки у них абсолютно получаются разные свойства. То есть, одни розетки у меня были, которые периодически шлют неправильную информацию о потребляемой энергии. То есть, если там даже идет нагрузка подключенная. То они могут взять и показать, что 0 ампера и потребление 0. Это, конечно, не очень критично. Если с какой-то периодичностью это проверять. И никаких сценариев на это не вешать. Но у меня сделано так, что у меня проверяется, что если потребления нету. То, соответственно, считается, что нагрузка отключилась. Например, это какой-нибудь чайник, который по какой-то причине уже вскипел и отключился. Либо просто его, например, сняли от площадки. И он, соответственно, уже не подключенный. И я на основании этого делаю соответствующую обработку в системе умного дома. А фактически получается, что просто розетка обманывает и дает неправильную информацию. Таких розеток появилось достаточно много у меня. Это определенный производитель. Но непонятно, когда покупаешь снова, то может прийти и нормальная, а может прийти и такая. Но самый дешевый, конечно, сейчас в последнее время приходит именно с такими ошибками. И даже я в основном использую Zigbee розетки. Уже достаточно давно у меня всего три Wi-Fi розетки. Исторические остались. Но у них тоже есть применение. То есть все форматы полезны. И Wi-Fi розетки полезны. Поэтому я их тоже в сценариях, в определенных случаях использую. А Zigbee розетки. Они, конечно, достаточно дешевые сейчас приобретаю. Но получается так, что у них возникает эта ошибка. И достаточно сложно выбрать нужную розетку, которая будет без этой ошибки работать. После долгого поиска разных розеток решил поэкспериментировать и купил розетки подороже. В обзорах они тоже показывались. Конечно, про такую ошибку редко говорят. Я даже пытался эти розетки перепрошивать. У них есть обновление периодически приходит. Но даже это не позволяло их перепрошить. Перепрошивка не позволяла эту ошибку устранить. Купил другие розетки подороже. Там почти два раза. У них вроде как работает все нормально. То есть, у них приходит нормальное оповещение. Ложных срабатываний нет. Но у всех этих розеток тоже есть одна простая проблема. Что они измеряют это потребление энергии с некоторой периодичностью. Некоторые розетки раньше где-то секунд 30. Думали, прежде чем передать информацию о потребленной энергии. То есть, после включения они 30 секунд показывают. При выключении через 10 секунд они отрабатывают. Новые розетки побыстрее. Которые я купил, они в принципе совсем нормальны. Где-то 5 или 10 секунд у них идет информация обновляется. И при этом, если так попало, что в период было включено и выключено. То присылается информация как средний за этот период. То есть, например, если там 2 киловатта было потребление. А оно выключилось стало ноль. То можете спокойно прислаться допустим 1 киловатт или 700 ватт. И дальше непонятно как это обрабатывать. То есть, мне именно важен порог. Что было большое потребление. Потом оно снизилось. Потому что ноль это не всегда ноль. То есть, розетка иногда бывает так, что может показать. И остаточный там несколько ватт потребления. То есть, просто ноль проверять нельзя. И поэтому пришлось этот порог изменить. И теперь у меня там вместо 1 киловатта порог стоит условно там 500 ватт. Для того, чтобы такую ошибку как раз избежать. И она не влияла на работу сценария. То есть, это тоже такой косяк. Такая сложность как бы. Как ее обойти. Есть идеи. Допустим, это можно не по моменту срабатывания. Когда приходит информация. А с какой-то там задержкой. Например, раз в 10 секунд проверять. Но при этом достаточно непростой способ. Это запросить от этой розетки информацию повторно. О том, что там сколько сейчас потребления. То есть, все-таки она отправляет сама. И тут, конечно, может и не прийти там своевременно. Но на самом деле, она действительно там работает более-менее стабильно. И может потом все равно прислать информацию о том, что все-таки потребление теперь ноль. И все нормально, отключилось. Это тоже нужно в сценариях учитывать. В остальном розетки достаточно неплохие. Они вполне компактные. И мне в принципе понравились. И как и рекламировались. Действительно, они стоят своих денег. И то, что они из-за компактности можно несколько розеток воткнуть рядом. Это тоже очень удобно. Потому, что большинство, конечно, розеток продающихся, они вообще там достаточно большие. А, допустим, там розетки от Xiaomi или там Кара или там от Яндекса, они были вообще просто там огромные. Там занимали чуть ли не два места вместо одного. То есть, конечно, рядом уже ничего нельзя было с ними выкнуть. Ну и поскольку эти розетки работают по ZigBee, И все-таки я их подключил через ZigBee к системе Умного Дома. Они добавились нормально, без проблем. И в Home Assistant, и в OpenHub они тоже хорошо добавляются. То есть, все параметры передаются. Ну, по сути, они там то, что ZigBee тут и отправляет. Они все принимаются. И в принципе, там довольно несложно разный сценарий разрабатывать. То есть, конечно, эти розетки я использую и для управления нагрузкой, там обогревом. И для управления освещением. Это как бы интересные разные способы применения. Также я розетки использую для возможности перезагрузки некоторых устройств. Если, допустим, там роутер Wi-Fi у меня. Надо его перезагрузить. То понятно, по Wi-Fi розетки я не могу это сделать. Но используя ZigBee розетку я, конечно, это могу. Ну и плюсом ZigBee розеток это то, что все-таки они еще и являются роутерами. Потому что они питаются от сети. И, в принципе, достаточно такими мощными роутерами. И, конечно, если в комнате поставить розетку хотя бы, то качество связи в комнате сильно улучшается. И там всякие датчики, там температуры, влажности, открытия, там движения, еще какие-то. Они, которые по ZigBee работают там от батареек. Они начинают гораздо стабильнее работать. Не теряют связь, не садят батарейку. Это тоже очень удобно. И поэтому эти розетки, они тоже в этом плане очень полезны. Ну, вообще, некоторые розетки, которые работают по Wi-Fi и Tuya, их вообще можно подключить напрямую к экосистеме Яндекса. Это тоже удобно. И, например, Wi-Fi розетки я как раз для этой цели использую. То есть, я их подключил через Яндекс. Они у меня в систему умного дома и не заведены. В принципе, это даже как раз не так и надо. Когда у меня зависает сервер умного дома, то понятно, что бесполезно там подключаться какими-то другими способами. Я просто могу зайти в приложение Яндекса и эту розетку там выключить и снова включить. И тогда у меня сервер перезагрузится. То есть, любые форматы розеток, они все полезны. Но, конечно, надо понимать, что какую розетку, какой формат в каких случаях применять в умном доме.